всем привет вы на канале семья богдасолян в этом видео мы покажем как мы распаковываем наш новый газовый гриль гриль называется broil king сейчас я вам покажу модель нашего гриля broil king so we region 90 73 килограмм вес газовый гриль фирма изготовитель канадский гриль оригинальная не подделка не китай распаковку делает поля с детьми если спросите а как это так потому что оля любит собирать конструкторы у нее это очень хорошо получается соответственно будет тоже собирать гриле длина ты помогай маме доставать тяжелые вещи да вот сюда собирается же жиросборник один только до единственные надо будет что-то типа такого нам еще взять broil king куда-нибудь положить до чтобы нас также снимаем камера качественно съемка которого сейчас смотрите а эту съемку я уже сбоку подставлю чтобы вы комментирование могли слушать все в распаковали все это дело разложили по разным частям также у нас есть газовый баллон для нашего газового гриля вот такие вот части можно увидеть поподробнее я потом отдельно расскажу что это за газовый гриль почему я его выбрал в чем суть и так далее но если так в двух словах качество качество сборки это самое главное материал из чего сделан это термо крышка колесики боковой газовые ну газовая подставка дополнительно начинается все с того что просто все достали разложили и сейчас оля будет поэтапно изучать что к чему да вы делаете мне комментирую здесь все запчасти прорисованы что после чего собирать есть сейчас будем это все дело поэтапно собирать у нас есть беседка сейчас я вам ее покажу специально построили она будет у нас в итоге закрыта в этом году застекление сделаем в этой беседке у нас будет гриль а а также еще возможно построить тендер для армянского хлеба выпечки делал я это все основательно бетон свои кирпич крыша утепленная все сделано на совесть это у нас задний двор гриль будет находиться закрытом помещение в принципе его можно и на улице он такой гриль который под всякими там дождь снег и так далее может выживать но если будет закрытым прослужит дольше сейчас вот издалека покажу как выглядит местечко где у нас будет находиться наш гриль такой вот дворик вот наш дом листевой дом эта часть у нас огород кабачки помидоры все такое эта часть идет больше как сад деревья разные тут скоро будет газон и в этом углу сделали беседку в которой будет находиться газовый гриль ну и мы конечно для отдыха там у меня хамам это выход на задний двор из дома вышел прошелся в хамам беседочку шашлычки тут посадили березки ролик называется распаковка газового гриля но просто вот чисто распаковку смотрите я думаю не очень то интересно показывать прям по детально как это делается я думаю тоже нет смысла вы можете инструкцию открыть до собрать это просто ну так показать что за гриль в целом то что мы собираем нам для памяти на будущее людям если кому интересно что это такое примерно как это выглядит у нас будет серия роликов на тему газового гриля естественно будут еще и видеоролики как мы будем готовить и шашлычки и всякие разные там блюда от мяса до овощей возможно и фруктов выпечка отдельно будет плейлист потом дальнейшем естественно будут ролики там месяц использования год использования отзывы что не так что так опыт в этом ролике чисто вот как мы это собираем вмешиваться я не буду в сборку потому что там уже три человека во главе соли туда лезть вообще не нужно где командует али лучше не лезть тем более при всяких сборка молоток нужен у нас где молоток а там топор лежит возле этого возле дров я скажу здесь долго разбираться да непростое дело да нет тут непонятно немножко есть инструкция прям вообще четко все показывают а тут так себе ну хотя сейчас можете подумаем ну это наверное этот первое впечатление первый взгляд нет вот обычно допустим пишут вот болтик например нумерация такая-то вот я не вижу нумерацию болтика да вот например такой тут вот много болтиков я уже логерясь нет номер болтика вот а здесь нету номера болтик а вот два но болтов в принципе не так много да ну как вот тут всякие есть вот есть вот такими штучками непонятно тут вроде как молотком нужно поставить вот эту вот железку и я так понимаю что забить вторую штуку сюда да какая-то но вот сюда как-то сейчас сейчас будем разбираться а это у нас вертела с противовесом тут в этом гриле в этой модели еще есть вертела что нашел молоток там здорово красный был но чтобы удобнее было вот топор только итак гриль мы собрали все супер получилось камера у нас снимала батарейка села но ничего страшного да так что оля молодец да нет оля тут во всем разобралась во всем что можно так миланчика отойди я покажу сначала получился у нас вот такой гриль выглядит просто шикарный гриль выглядит просто шикарно в открытом состоянии в рост оля даже давайте быстренько пробежим посмотрим что тут есть вот так так он выглядит в закрытом состоянии крышка здесь идет металл потом расскажу что за металл поизучаю но сразу могу сказать минус один вот это вот заляпанность хотелось бы конечно что то другое но ничего тут не поделать сразу установили вертела в общем давайте просто пробежимся крышка температура ручка открываете здесь верхней и тут ярус есть здесь у нас вертела но на данный момент вертела установлена невозможно открыть например вот тут поэтому вертела мы например убираем съемная вертела можно снимать вот эту штучку тоже можно снимать чтобы вертела крутилась тут в общем или или вертела ставите или вот так делаете ну естественно с вертелом это не каждый день это когда эксклюзивчик там купили курицу утку я не знаю что то такое крупное а так будет вот в таком варианте соответственно все будет открываться сбоку есть еще одна горелка дополнительная вот это все чугунная это тоже все снимается здесь можно откручивать и убирать этот вертела для него тоже убираются вот эти штуки сбоку столик столики съемные их тоже можно приподнимать и подвешивать с этой стороны такая же история тоже можно снимать снизу идет ящик он такой вот открывается ящик две створки внутри устанавливается баллон композитный баллон 18 2 литра я вот смотрел ролики изучал и думал сюда можно поставить 24 литра или нет ни один ролик не нашел так что ребята если кто-то хочет установить баллон побольше то конечно же можно здесь вон какая высота можно 24 литра сюда затолкать это 18 литровый у него здесь чтоб поставить баллон внутри такая вмятинка есть очень удобно закидываются внутрь прям под баллон сделано вот система шлангом подключения уже есть просто накручиваете на баллон и все штуцер вроде называется если я не ошибаюсь идет вот в комплекте вот такой здесь уже вот резинка сеточка выглядит таким образом под вот эти баллоны насколько я понял вроде как подходит я этот вопросик конечно еще изучу но вот когда я прикручиваю оно прикручивается так что можете баллон побольше поставить здесь какие-то инструкции написаны закрываете есть пьезопозжиг раз два три четыре пять пять крутилок так что еще в комплекте идет еще вот такое вот приспособление заталкиваете вроде как поворачиваете и можно это вот решетку вот так вот приподнимать убирать чтобы почистить что-то сделать решетка вот так убирается и здесь еще решетка а тут уже идет сама горелка двойная трубка внутри трубка газовая еще внешняя газовая про это я тоже потом расскажу примерно вот так это все выглядит три такие решетки промежуточные две решетки сверху три чугунные решетки в целом нормально вот эти весят очень много и это хорошо да Оль можно же еще с другой стороны ставить да еще вот это вы приподнимаете есть оборотная сторона с этой стороны вмятинки идут если вы жарите то жир тут остается еще дополнительно за счет него можно получить вкус аромат поджарку тоже изучим а с этой стороны идет вот так вот пирамидкой жир весь стекает и вы получаете вот эти полоски фирменные как на стейках вы видели на картинках за счет вот этого именно три вот такие вот мощные чугунные здесь моторчик для вертела включить выключить здесь прорезинено все шнур достаточно длинные качественные кстати хорошие эта система тоже убирается когда вы ставите и закрываете вот она спокойно закрывается нормально ручка не греется как я понял специальная ручка сверху идет пластик очень удобно там колесики побольше они просто крутятся вперед назад с этой стороны два колесика как на стульях вот они туда-сюда ну по кругу 360 и чтобы не крутились вот стопориться вытащили гриль поставили застопорили убрали на двух колесах вот такая штука в принципе ничего сложного нет можно спокойно вот эти убирать так задней части что мы видим ну сзади ничего такого нет да а вот куда же жиросборник сюда вот ложится не знает почему он сюда отсюда как-то конечно доставать задней стороны ну как удобно если например мы поставим гриль в упор к стене то что мне каждый раз нужно отодвигать от стены чтобы жир достать что ли вот это конечно вот это задняя часть я что хотел сделать гриль поставить к стенке туда и например вот закончилась работа и мне нужно достать вот этот жир что мне делать что мне блин делать что мне делать ну вот это конечно чуть-чуть тупизм возможно здесь смотри есть такие штуки вот куда одевается которая надевается сюда и будет вот так и мы вот это достаем нет наверное сделано знаете для чего если вы где-то на улице отдых у вас барбекю все дела вы выкатываете у вас вот эта система работает тогда можете вот быстренько закинуть типа использовать а если у вас стационарный на месте где-то тогда наверно уже можете покупать и с той стороны закидывать походу они оба варианта сделали на ваше усмотрение да второй вариант не положили но это уже расходники расходники я думаю ну блин вот конечно столько стоит могли бы и положить расходники столько все там что-то что-то мы же не вертель просим да ладно там дополнительный аксессуар вертель бы был а тут какая-то фольга блин все супер ну вот такой вот мелкий тупизм конечно вот это чуть-чуть раздражает так и сзади у нас стенка на стенке прописаны всякие разные данные все что касается этого гриля Made in Canada я покупал у официального представителя в России так что у меня фирменный канадский гриль вот тут серийный номер все есть все что нужно так ну в принципе все пока больше рассказывать нечего попробовали со стопорей вот этих снять и прокатить его нет внизу стоп это снять да нет это ты стопоришь наоборот наверх да поднимаешь например это тоже наверх да дверьки закрой и например хочешь гриль двигать за это берешься там можно сломать конечно но ну попробуй я не знаю стоп допустим повернуть а ну в принципе все потом например вперед все ну в общем то нормально я к тому что например вот он у нас здесь стоит и нам его нужно например выкатить сюда что-то пожарить здесь это сделать то да вот Оля спокойно может это сделать да мяночка даже может сделать но только единственное не нужно вот эти штуки потому что они мне кажется ну жалко многие берут вот за эту боковинку да начинают вот так вот приподнимать гриль может быть какое-то время конечно выдержит но я думаю так делать не нужно потому что здесь система крепления до поры до времени она по-любому сломается мы один ролик смотрели и там парень один рассказывает говорит все короче супер но вот тут типа крепление сломалось и потом говорит почему потому что он за эту штуку постоянно брал поднимал гриль и ну естественно сломается тут нету в инструкции что надо гриль именно так переподнимать если его надо поднять в машину затолкать я думаю что эти боковые надо снять вообще вот взяли убрали или подвесили и браться за какую-то основу вот за сюда чтобы ну или за основной корпус толкать и в принципе нормально также здесь есть еще сбоку крепления здесь еще есть места куда можно подвесить вот такие вот аксессуары по аксессуарам мы еще покажем у нас есть тоже комплект купленный это фирменный бройл кинг вот у нас другая фирма попроще там куплена бройл кинг вот эти каждой штуки стоит дороже чем сам бройл кинг на счет открывания крышки я вспомнила нам говорили когда открываем нужно очень далеко отойти потому что весь жар может ошпать ну это наверное как и в любой духовке тут уже без разницы какая фирма если вы долгое время там что-то жарите приподнимаете да вот даже отсюда да нет наверное если вот так вот делаешь сразу открываешь не надо медленно ты вот смотри вот так вот приподнимаешь жар на руку идет а когда ты сразу делаешь пар просто идет а у тебя рука в это время отходит но это мы поэкспериментируем я не знаю купим лучше перчатки потому что будем приподнимать можно обжечь нет здесь ручка не нагревать потому что это специально тут продуманная ручка такая железная ручка и тоже вот она греется ну так что получился у нас такой отличненький гриль мне нравится баллон у нас есть да сейчас остался газ сейчас наверное съезжу газ куплю и в принципе можно будет завтра можно будет наверное что-то уже пожарить все потом уже будем снимать первый запуск нашего гриля подписывайтесь на канал и смотрите как мы будем жарить у нас очень много будет роликов с этим грилем будем тестировать его прям на всю катушку использовать и так и сяк посмотрим все возможности сейчас май месяц да кто-то против такой штуки типа чё там на этом газовом гриле можно сделать сейчас мы не можем сказать насколько он хорош милан насколько он будет качественно все делать все со временем будем показывать если действительно это хорошая вещь будем советовать пока не знаем будем тестировать если это окажется какой-то фигней выкинем и будем на кирпичах обычных шашлыки делать мы на кирпичах сейчас жарим шашлыки теперь будем с этим сравнивать так что у нас есть чем сравнить потом может быть устроим битву например кирпичи металлический этот мангал на дровах и вот такой вот газовый и все варианты посмотрим так что подписывайтесь по-любому на канал чтобы не пропускать все эти ролики будут интересны и будем стараться это не реклама мы будем по-честному говорить если это не понравится нам то мы скажем это куплен на наши деньги так что будем поносить если нужно хвалить если нужно в общем провинился мы будем ай-яй-яй если делает все хорошо будем говорить красавчик вот это вот кстати прикольно когда сам что-то покупаешь все по-честному и потом еще ролик снимем почему выбор пал именно на Бройл Кинг все всем пока пока